Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живье. Как вы видите, мы очень сильно заряжены. И сегодня мы собираемся на экспедицию. В этой самой экспедиции мы отправимся на перевал Дятлова. И докажем, что там нет ничего опасного. Там мы легко справимся с всеми операциями, потому что мы с собой заряжились очень четко. И наша буханка заряжена... Какого черта? Что за фигня? Лифт встрял. Мы застряли в лифте, черт возьми. А как же наша экспедиция? А как же видеоролики? Ну сколько мы здесь? Не работает, кнопка не функционирует. Лифт застрял. Давай вызовем этого диспетчера. Мы вышли специально пораньше в 6 утра, чтобы туда долго ехать как бы. Алло? Это кто? В смысле кто это? Вы в лифте застряли. Что вам нужно? Достаньте нас. У меня выходной. Через 24 часа. Что значит у вас выходной? Какие 24 часа? Все, у меня выходной. Что? В смысле все? В смысле все? 24 часа, блин. Капец. Мы же видео хотели снимать. Теперь в сутки тут находиться. Вообще можем не выжить? Да нет. У меня же с собой снаряжение для экспедиции. Здесь есть все необходимое для выживания. Так что здесь смотри. Первое главное и то, что мы можем бояться в подобных помещениях, в подобных ситуациях, когда мы заперты, это клаустрофобия. Когда у нас начнется паника от того, что со временем ты не будешь долго находиться. У меня уже начинает. Успокойся, оператор. Сейчас я тебе все расскажу. Не стоит этого бояться. Нужно держать себя в руках. Потому что за долгое время пребывания в замкнутом пространстве начинается клаустрофобия. Во-вторых, это гипотермия. Потому что здесь не так много кислорода, как в обычной среде. И он будет нагреваться и нагреваться. Все сильнее ему может вспотеть. Давай раздевайся, чтобы не было жарко. Поскольку нам сообщили, что в лифте нужно будет провести больше суток, это означает ночлег. И здесь нету страшных условий, типа заморозков или что-то в этом духе. Поэтому здесь главное не вспотеть, чтобы впоследствии не простыть. Все просто, все понятно. Но стоит позаботиться о своем месте, где вы будете спать. Потому что все равно, когда вы засыпаете, здесь металл. Значит, будете отдавать тепло окружающей среде. Поэтому я буду спать на рюкзаке. А укрываться буду в том, в чем пришел, как говорится. Вот. Ты мне так не сказал, что мне делать. Я все еще на пареньке из-за этого. Из-за чего? Из-за клаустрофобии? Конечно. Так, самое главное, просто концентрируйся на чем-то. Думай о хорошем. Я не могу концентрироваться. Ладно. Хорошо, тогда посмотрим, что у меня есть в моем снаряжении. Что тебе может помочь? Что тебе может помочь? У меня много чего. И в ходе этого видеоролика вы увидите мое снаряжение. Поэтому не переключайтесь. Смотри. Это посылка. Это распаковка. Распаковка отвлечет тебя от негативных мыслей. И ты сможешь отвлечься на задержимое. Знаешь, что там внутри? Нет. Ты сейчас узнаешь, и это тебя отвлечет. Видишь, ты уже не волнуешься, тебе уже интересно, что там внутри, да? Ага. Для любых обстоятельств, куда вы ни находились, куда бы вы ни собирались, экспедиция, поход, что угодно. Нож, хотя бы вот такой миниатюрный должен быть у вас всегда с собой. И в нашем случае выживание 24 часов в лифте я приобрел, ну не то, что приобрел, он всегда у меня с собой лежит такой вот мультитул. Здесь есть как и плоскогубцы, так и нож. Потому что нож вообще всегда нужен. Это что-то и подрезать, что-то и подпилить, и все такое. Ну и в конце концов, что-то распаковать. Давайте узнаем, что же там у нас внутри. У тебя есть предположение, оператор? Вот давайте чуть-чуть вот так вот покажу. И ты, может быть, узнаешь. Нет, не знаешь? Ну тогда видео поставьте на паузу, вы подписчики, и напишите, как вы думаете, что там внутри. Те, кто напишут правильные версии или оригинальные, получите меня в комментариях. Ну сейчас давайте распакуем и посмотрим. Вот, видал? Это туалетная бумага, но не простая. А знаешь, что в нем интересного? Что? На этой туалетной бумаге написаны анекдоты. Ну, во-первых, анекдоты, они отвлекают, а во-вторых, ну, туалетная бумага, сам понимаешь. Ну мы как бы в поход собирались, она там пригодилась бы. Но здесь нам тоже сутки придется сидеть. Вот, а еще в упаковке здесь лежала упаковка. Такая много. Она нам пригодится для разведения костра. Попали в ад американец, русский и индус. Короче, сатана к ним подходит и говорит. Короче, кто сможет выдержать три удара моей адской плети, того я отправлю в рай. А кто не выдержит и закричит, отправится навечно в ад. Готовы? Защищаться можно, чем угодно. Американец взял щит из титана. Бас, удар, щит раскололся. Два, удар, пришлось по американцу, американец мне закричал. Все, американец отправился в ад. Очередь индуса. Индуса спрашивает. Чем будешь защищаться? Индус отвечает. Мне не зачем чем-то защищаться. Я всю жизнь занимался йогой и могу терпеть любую боль. Ха-ха-ха. Сказал сатана и ударил его. Тот промолчал. Ударил второй раз. Тот промолчал. Третий раз ударил. Тоже промолчал. Сатана в шоке, говорит. Ну ты офигеть, индус. Давай, отправляйся в рай. А индус сказал. Ну, я постою, подожду. Надо посмотреть. Ведь русские всегда из анекдотов как-то выпучиваются. Что они будут делать на этот раз? Ну хорошо, смотреть. И, значит, сатана подходит к русскому и говорит. Чем будешь защищаться? Как чем? Индусам, конечно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Слушай, удобная туалетка, нормально. А вы напишите в комментариях какой-нибудь веселый анекдот. Ну что, тебе полегче стало? Уже не боишься лифта? Ну, нормально. Ну, конечно. Только теперь нам сидеть еще 23 часа. Поскольку мы выехали рано, наша поездка отменилась. Сейчас раннее утро, как вы уже поняли. А именно, 7.30 утра. Позвонить никому мы не можем. Никого набрать не можем. Потому что, естественно, в лифте сигналы не ловят. Как-то постоянно, когда мы где-то застреваем, у нас все время нету симки. Может, какой-нибудь усилитель сигнала с собой уже начать таскать в рюкзаке. Да. Я что предлагаю? Можно часов там до 10 и хотя бы поспать. Ну, да спать то, что не спали. Смысл нам сейчас просто торчать, если сейчас утро. Как ты на это смотришь? Да, наверное, согласен еще. Так что, давай, спай. Почему нет? Как я говорил, здесь становится все более жарко. Это из-за того, что теплый воздух поднимается кверху. Поэтому, прижавшись к земле, нам будет немножко прохладно и комфортно. Укрываться смысла нет. Поэтому я использую это как подстилку, чтобы не отдавать тепло плитке и металлу. Ну, давай, оператор, спокойно лучше. На капуста вставать! Ты что? Скелет-пилот. Не знаю, кошмар приснился. Из-за того, что стены давят, из-за того, что здесь очень душно. Кошмары могут присниться. Это нормальное явление. Главное, долго об этом не думать. Что ты сейчас из-за другого станешь? Спать просто или будешь? Нет, не буду. У меня скелет-пилот приснился. Черт. Ну, страшный сон такой. Скелет-пилот. И спать не хочешь? Не буду я спать из-за этого теперь. Тогда я посплюсь. Да ложись, ложись, спи. Что тебе надо? Полетели! Ты что дергаешь это так? Мне тоже он приснился. Кто он? Скелет-пилот. И что он тебе сказал? Полетели. Ты что, с ума сошел, оператор? Полетели. В смысле, вниз? А куда еще? Полететь мы можем только вниз сейчас. Не наверх уж точно. А ты кончай. Я говорю, не надо здесь спать. Не надо здесь спать. Не надо здесь ложиться спать. Это страшно очень. Спать, конечно, хочется, но нельзя. Чтобы не хотелось спать, нужно поддерживать постоянно какой-нибудь баланс. Либо пить воду, либо кушать еду. Ну, раз мы собирались в экспедицию. Ты же понимаешь, что я с собой не мог не взять ИРП. Несмотря на то, что мы находимся в лифте, в условно, так сказать, безопасной среде, все равно нужно питаться. И здесь нам поможет этот самый ИРП. Это классический ИРП, полноценный. Не то, что был вот в этом видеоролике, где мы чуть не померли с голоду в буханке на бездорожье. Здесь вот такой вот большой рацион. Места здесь очень мало. Поэтому ни в коем случае ничего раскидывать нельзя. Мы должны все очень организованно делать. Вот, армейский шоколад. Шоколад в данном случае это самое правильное, что стоит употреблять. В том плане, что там есть сахар. Сахар это глюкоза. Глюкоза это энергия. Держи. И так он недолго не будет хотеться спать. А вообще ситуация страшна. Напишите в комментариях, вам когда-нибудь доводилось застревать в лифте. А если честно, у меня это лично первый раз в такой жизни, чтобы на такой долгий период я застрел в лифте. Интересно узнать ваше мнение в комментариях, друзья. Ты любишь яблочное пюре, оператор? Конечно. Вот оно, смотри. Блин, просто умлёт! Ой! Мы сегодня адаптон не пили. А то в прошлый раз, когда мы из этого индивидуального рациона питания вот в этом видеоролике выпили адаптон со стажёром. Там такое было. Может быть... Слушай, а может быть дело не в адаптоне, а в этих ярпе? У тебя всё в порядке? Чё? Ты что делаешь? Фокус готовлю. Сейчас увидишь ты. Ну а смотри, оператор, я приготовил для тебя задачку. Представь, что это спички, потому что обычно задачка делается из спичек. Но спичек у нас не так много, и в экстремальных ситуациях нужно беречь. Поэтому задачка состоит в том, что перед тобой находится равенство. Ты должен поменять всего лишь одну палочку, передвинуть куда захочешь, чтобы получилось правильное равенство, чтобы всё было правильно. Но как есть варианты? Это типа римские 5, да? Неплохо мыслишь, да. Минус 5 равно 5. 5. 5, да, то есть V или же римская пятёрка, минус пятёрка равно пятёрка. Ну-ка давай, попробуй подумать. Хотя, ребята, подожди, поставьте видео на паузу, и напишите в комментариях, может быть вы знаете решение или уже догадались. Напишите, какую палочку куда именно вы передвинули. Давайте. Ну-ка теперь ты, оператор. Я не знаю. Ну попробуй. Да одну надо было двигать, чё ты делаешь? Одну палку. Вот так вот, ну-ка, типа ноль. Нет. Нет, минус 5 равно ноль. Нет, нет, фигня такая. Я не знаю. Ну если не знаешь, то вот смотри, всё очень просто. Вот одна палочка, одна. Вот так вот. Видишь, в чём лайфхак? 5 минус 1 равно 4. Потому что в римских цифрах это четвёрка. Понятно. Ну такой вот лайфхак. Теперь это можно съесть. Там и место этой математики. Блин. Если б не видео, честное слово, я бы уже целиком разделся, потому что здесь очень жарко. Я не разделся, а чё ты здесь наешься? Чё? Да, показалось. Так вот. Время. Время уже 9.13. Это чё получается? Десятый час. Ну в это время мы уже обычно на ногах. И мы обычно уже завтракаем. Так что как бы этими крекерами сыт не будешь. Надо приготовить полноценный завтрак. Иначе здесь и так уже всё как бы не это. О, смотри. Сухое топливо. Спички. И что-нибудь на завтрак. Например, фрикадельки. Например, гуляш. Или же... Или же каша гречневая. Выбирай. Окей. Главная сложность, конечно же, это соблюдение правил техники пожарной безопасности. Есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, нужно ни в коем случае, чтобы рядышком не было горючих предметов. Как видите, в данном случае это у нас негорючий пакет ИРП, потому что металлизированный по факту внизу, внутри. Вот металлическая оболочка, она не будет гореть. Во-вторых, здесь очень мало кислорода. Поэтому обычно, когда мы разжигаем сухое пламени, после ещё подогревания пищи, мы об него греемся. Здесь нету нужды в подогреве, и у нас очень мало кислорода. А пламя очень быстро потребляет кислород. Поэтому, как только мы приготовим наше блюдо, мы сразу же затушим сухое пламя. Чиркалы с этими спичками крайне неудобные. В том плане, что они плохо чиркают и сгорают моментально просто. Вот что это? Неужели нельзя положить обыкновенный спичечный коробок, который намного проще, много эффективнее? Но с проблемами всех ИРП, я вам так скажу, вообще всех с этими спичками. Ну, слушай, это прям что-то новенькое. В такой степени. У нас есть плейлист с выживаниями во многих разных ситуациях. Вот он обязательно по-подсказке, посмотрите. И вы станете таким же экспертом, станете так же много разбираться в ИРПе и в ситуациях для выживания. Поэтому переходите и смотрите. Но нам нужно все равно сделать с оператором себе завтрак. Давай. Не с первой попытки, конечно, врать не буду. Оператор дофига умный. Думает, раз у меня не получается, то у него получится. Ну, а что? Давай-давай, поджигай. Да нет, не так близко. Давай-давай-давай-давай. Давай, кори. Давай, поджигайся. Каратар, ты это видишь? Что это? Да вот это все. Это ненормально. Мы должны остановиться, пока не поздно. Это говорит о том, что у нас заканчивается кислород. Он горит и превращается вот в это все. В общем, ситуация выглядит следующим образом. Следующим образом. Следующим. Но. Если почитаем, очень важно ли читать инструкцию к применению. Здесь написано разогреть лучше, но не обязательно. Все-таки лучше же поесть, чем не поесть, правильно? Мы можем поесть критобельки. Ну, пусть не теплые, не горячие, но как, нормальные все равно будут, я думаю. Организм сам будет запьет. Ну, кстати, да. Ну, кстати, верю, даже тут соус есть. То есть это, в принципе, съедобная история. Вот. Нормально. Ну, как тебе сказать. Я просто очень голоден, поэтому как бы вкусно, но. Да не, нормально, на самом деле. Здесь же куча соли, консервантов. И как бы, не знаешь, я не чувствую такого, что я какую-то, там, бякуем. Вот, например, картошка фри из Макдональдса. Когда остывает, ее есть невозможно. Реально. А вот это, в принципе, ничего так. Фрикадельки, в конце концов. Сейчас съем и оставлю тебе половинку. А с галетами, на самом деле, эти фрикадельки еще вкуснее. О-о-о, вкуснотесть. Слышишь, ты вот постоянно эти ИРП жрешь, да? А с рукодостью-то, ты смотришь, мне вообще-то. Нет, никогда. Всегда вкусно. Да. ИРП, это же из армии. В армию теню не положат. А что? Так он вышел просто. Докажи. Снизу читай. Срок годности до 14.01.21. А сегодня какое? 15. Покажи. То есть это 15.01.21. А тут 14.01.21. Не зря я особо туалетную бумагу снял. Вообще ИРП существует, ну, таких трех основных видов. Их, конечно, целая масса, целое множество. Но обычно существует для тревожных чемоданов, которые мы ели в буханке, когда застряли на бездорожье. Такой самый маленький, самый неочемный. Вот такой вот классический, самый обыкновенный. Но у него бывает, по-моему, пять разных меню. То есть вот эти штуки отличаются, там, гуляш, не гуляш, картошка, не картошка. Вот эти истории консервные отличаются. И третий, это спецпит. Самый большой, самый дорогой, как правило, который мы ели вместе со стажером. Как раз-таки вот в нем попадается адаптон. А в этих, к сожалению, не адаптон, а вот это, блин, любава. И это очень жаль. Жаль, что у нас нету адаптона. Очень жаль. Арпина масла. ИРП в лифте. Я думаю, один из первых людей на всем земном шаре, кто сожрал ИРП в лифте. Но тем временем, как говорится, 11.02. Я не знаю, сколько нам здесь еще сидеть. Но я уже начал быть вегетарианцем. Вот, видишь, у меня овощное рагу. Между прочим, я считаю, что это одно из самых съедобных блюд в этом ИРП. Овощное рагу здесь реально вкусное. Но после адаптона я ни в коем случае не рекомендую вам есть следующую вещь. Пик соленый консервированный. Я не знаю, из чего это делается. Почему это выглядит именно так. Но, черт возьми. Она даже вкусная, так скажу. Она реально вкусная, съедобная. Это можно есть, это нормальная тема вообще заходит на ура. Жирная до ужаса. Можно потолстеть с этой штуки только так. Просто ощущение, что ешь тупо жир. Так вот. Не рекомендую вам это есть. По той причине, что одного рулона анекдотов вам не хватит. А хочешь, я тебе расскажу историю про моего друга, который свою клинику открыл. А мой друг по образованию, он сварщик. Но сварщик хитрый. Настолько хитрый, что его с работы уволили. И он решил открыть свою клинику. И в этой клинике он, короче, написал объявление. Либо мы излечим ваш недуг, либо заплатим вам 5000 рублей. Проходит мимо этой клиники врач. Квалифицированный профессор, там, наук. И думает, ну, это невозможно. Что за ерунда? Что за фигня? Заходит он в эту клинику и говорит, доктор, я не чувствую вкуса. Хорошо. Медсестра, принесите пациенту пакет номер 19 с сиропом. Такой, ладно, типа. Открывают пакет, наливают на ложку и дают клиенту. Тот съедает, говорит, фу, это же ковно. Тот говорит, поздравляю, вы исцелены. И врач должен был заплатить сварщику 5000. Хорошо. Проходит неделя. Ой, как сильно разозлился этот самый врач. Он очень был злой, он очень разозлился на моего друга. Но врач, тем не менее, подумал и приходит. Хочет отыграться, отбить бабки обратно хочет. Приходит, говорит, доктор, помогите мне сварщику. Я ничего не помню, я потерял память. Хорошо. Медсестра, принесите пациенту пакет номер 19 с сиропом. Так это же ковно. Поздравляю, вы исцелены. И, короче, врач отдал уже не пятерку, а суммарно десятку этому самому сварщику. Ой, как сильно разозлился этот врач. Ой, как, блин, он вообще был зол. Это просто жесть. Он пообщался со всеми своими врачами, коллегами, знакомыми, профессорами. Говорит, ну что, ну что, ну что. И придумал план. Он придумал план и приходит к этому самому сварщику и говорит, доктор, я ослеп. Причем у меня слепота такой-то там степени, я ничего не вижу. И все. Смотрит сварщик на него, думает, 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 блин, ну капец. Простите, мы не можем вас излечить. И дает ему купюру. А врач смотрит и говорит, да когда же 500 рублей. Поздравляю, вы исцелены. И отдали сварщику 15 тысяч рублей. Вот такой вот. Сложно ориентироваться. Так вот. Главное с ума не сойти! Пилот. Странно. Есть ли какая-нибудь альтернатива ИРП, как думаешь? Не знаю. Я больше не хочу их не всегда с собой носить. А то... О! Время-то уже полтретьего почти. Нормально. Это сколько вам получается в лифте уже часов? Если 6 часов, то... 8 с половиной. 8 с половиной часов? И еще примерно столько же. Даже чуть-чуть побольше. Блин, надо придумывать чем заняться в такое время. А это, блин... Тот, кто там лифтер, шахтер, вахтер. Кто он там? Каптер. Вообще офигел. Давай вызову его. Давай, ну то и... Пойдем выдалбливать, пока они к нам не приедут. Ой... Ой... Ты чего не... Мы же в лифте. Так это шпик. Капец, блин. Да перестань, ну не специально, честно. Маску надевай. Так надевай, что все сейчас маска ходят. Слушай, ну давай это без приколов. Подписчикам это не показывай, не вставляй там. Вы напишите в комментариях, типа... Показал вам это оператор или нет? Давай вызвоним им этого. Алло. Это кто? В смысле, кто это? Последний раз спрашиваю, это кто? Это мы уже 8-9 часов сидим в лифте. И что? В чем проблема? Да в смысле, и что? А, это вы. Я забыл про вас совсем. В смысле забыл? Да я старый уже. Да плевать-то мне надо, что ты старый вообще. Ты встаньте нас, пожалуйста. Ну, я же сказал, что смогу только через... 24 часа. Да нет, нет. Какие 24 часа? Нет. Все. А мы уже 8 часов отсидели, нам хотя бы там 12 давайте скидку какую-нибудь, не 20, а то 8 плюс 12 это уже 32 получается. 32? Не важно. Давай, косарь. Какой косарь? Ну, выходной сегодня. Сам понимаешь. Старый я уже на пенсии. Слышишь, что говорит? Если косарь просит, чтоб сейчас прессил. Ну, ладно. Шар, сыграй. Шар, сыграй. Что мы тебе косарь возьмем? Я могу в долг, блядь. Это что такое на тебе? Мне в долг взять пришлось. Кредитнулся. Алло. Это кто? В смысле, кто это? Да что не так-то с вами? Пожалуйста. Все, мы договорились. Давайте мы вам косарь. Вы нас сейчас вызволите, пожалуйста. А, косарь. Вы в лифте? Да, мы в лифте. Все еще? Да, все еще. Как мы выйдем-то? Если мы застряли, тут уже 10 часов просидели в этом лифте. Все, все, приеду. Сказал же приеду. Давайте приезжайте. Будем ждать. Что у нас, выбор что ли есть? Капец, как жарко. Этот дед сказал, что скоро приедет. Но его уже час нету. Час он где-то там едет. Что делать-то, Игорь, оператор? Ждать и надеяться. Как он так и через сутки не придет, и через двое. Ох уж этот дед, а. Уже полпятого вечера. То хочу спать, то не хочу. Странный вообще какой-то. Да и так-то ИРП это вообще какая-то странная штука. Непонятно вообще, что после него происходит. Где он взял эту шляпу, дурацкую? Ну, если хочешь, я могу шляпой поделиться. Что, дед приехал, что ли? Давай, выходи отсюда нафиг. Выходи, выходи, дай. Давай, что ты здесь остаешься. Пошли отсюда. И это, и это, оператор. Оператор! Шляпу, я тут, туда же. Ну ладно, друзья. К сожалению, у нас экспедиция не состоялась. Но зато мы провели 24 часа в лифте. И если этот видеоролик вам понравился, то поставьте лайк. Под ним подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, а если вы хотите увидеть экспедицию на перевал Дятлова или еще кого-нибудь, пишите об этом в комментарии. Самые яркие мы отметим сердечком в комментариях. А кому-то ответим лично. В любом случае, с вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или живи. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok